Во-первых, я бы хотел обратить внимание всех участников круглого стола, средствам массовой информации. Практически мы основу формирования нового правительства, базовое основу это новый желудок и меж, получаем практически тот же самый желудок и меж в базовой основе. Если на прошлой создании 5 партий было, это создать на одну партию больше. И ни одна партия не нужна. То количество голосов, которые дают ей возможность партии формировать правительство. То есть правительство, мы заранее знаем, будет коалиционное. Мы по работе прошлого СОЗОВа видели, работу коалиционных проектов здесь была названа статистика. За 5 лет 5 премьер-министров. Естественно, такое правительство абсолютно не боеспособное. Оно не может эффективно влиять на развитие экономики. Это действительно настораживает инвесторов. Ну и в принципе оно вносит, как говорится, нестабильность в работу правительства. Хотя я считаю, что формирование правительства – это как раз самое основное предназначение джоу-пиниша, которое после того, как сформирует правительство, должно заниматься законодательской деятельностью. Но по опыту прошлого джоу-пиниша работы мы видели, что креста делились не только правительством между партиями, а делились до заместителей Акимов, заведующих отделов. И получилось то, что получилось. Пришли на работу такие члены правительства. Ну мы все это помним. Когда путали сказителя с композитором, возглавляя Министерство культуры, я уже не могу дальше называть. То есть люди со стороны, которые пришли по партийным спискам, их просто из депутатов выдавливали и пускали в правительство, ради того, чтобы он освободил крестство депутатское для следующего депутата, а там не важно, что будет с правительством. Я думаю, что если вот нынешний джоу-пиниша не в счет все эти ошибки, которые были в прошлом, то я думаю, что этому джоу-пинишу тоже недолго жить. Я думаю, что ценой невероятных усилий. Действительно, пятый создан до конца доработал. Но люди же есть люди. К сожалению, мы сами выбираем депутатов, смотрим на них. Но если будет вот такая работа проекция, как в прошлом созданной, я думаю, когда у нас будет получиться не эффективная работа, а неэффективная работа. Я думаю, что в принципе, несмотря, ну уже мы не можем новый состав джоу-пиниша выбрать заново, он есть. Я думаю, что все должны сделать выводы. Все должны сделать выводы. И действительно, правительство должно быть не партийное, а правительство должно быть профессиональное. И я думаю, в этом плане возможно, что когда будут рассматривать кого? По премьер-министрам, ну в зависимости от того, какая партия, какие обещания давать, наверное, есть такая возможность заслушать несколько таких вариантов. Именно начиная со структуры, как правительство собирается работать, каких показателей оно собирается добиться с учетом тех обещаний, которые давали депутаты джоу-пиниша. Ну, у депутатов есть отговорка, они скажут, если бы мы набрали 65 голосов, как по Конституции, тогда мы бы все обещания выполнили. А поскольку ни одна партия не набрала этого количества, значит, они могут в какой-то степени корректировать свои обещания. Ну, что касается обещаний, конечно, если все обещания, которые давали партии, суммировать, то где-то у нас должно быть приблизительно в ВВП порядка 20 тысяч долларов на одного человека. И зарплату выдавать за логово-пинишни. А это где-то в 20 раз меньше, чем в состоянии мы сегодня давать, когда около тысячи долларов. Ну, для начала я хотел бы на этом завершить. Я считаю, что правительство должно быть профессиональное, независимо, нет кого, кто будет там возглавлять. И, конечно, прежде чем утверждать это правительство, и депутаты, и люди, избиратели должны знать, состав этого правительства, уже должен, например, приходить со своей структурой, со своим составом, кого он хочет там видеть, там, замами, министрами. То есть, я имею в виду не по партийным спискам, а именно уже, даже если какие-то будут претензии партии, это должны решаться не на сессии, а где-то решаться уже на сцене формирования нового правительства.